Михаил Петрович Крыгин Михаил Петрович Крыгин родился летом 1918 года в Самарской губернии, селе Кабановка, Черкасского района. Окончил 7 классов, работал наборщиком в типографиях Куйбышевской области. В возрасте 19 лет вступил в комсомол, а через два года, в 1939 году, был призван на Тихоокеанский флот. Во Владивостоке Михаил Крыгин окончил курсы младших командиров и служил на батарее Зенитного артиллерийского дивизиона Сучанского базового района 39-го отдельного батальона ПВО флота. В 1940 окончил военно-политические курсы и был назначен на должность помощника политрука, вступил в ВКПБ. Его служба проходила вдали от западных границ Советского Союза, где начиналась Великая Отечественная война. Несколько раз Крыгин писал рапорты с просьбой отправить его с маршевыми батальонами на фронт, но всякий раз получал отказ. 8 апреля 1943 года 25-летний краснофлотец написал рапорт. «Настоящим прошу вас зачислить меня в органы особого отдела НКВД, так как я имею большое желание быть оперативным работником и вести борьбу с контрреволюцией, шпионажем, с врагами советской власти. Я обязуюсь, не щадя своих сил и жизни для блага советской родины, оправдать высокое звание чекиста. Прошу вас не отказать в моей просьбе». И ему не отказали. Через некоторое время, после окончания курсов, он был назначен оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ островного сектора береговой обороны Тихоокеанского флота, который располагался на острове Русском. Как уполномоченный особого отдела, он обслуживал крупнокалиберную Ворошиловскую батарею. Наступил 45-й. Над Рейхстагом взвилось Знамя Победы, но на Дальнем Востоке война еще не закончилась. Под боком оставалась Япония. Лейтенанта Крыгина и капитана Семина вызвал к себе начальник контрразведки. Завтра торпедные катера высадят первую группу десанта в корейский порт Сейсин. Это последняя крупная база снабжения и эвакуации японских войск. Овладение им – задача десантников. У вас задача особая – захватить базу резидента Минадзума, добыть всю возможную документацию, а по возможности и самого Минадзуму. Эта фамилия была известна дальневосточным чекистам еще с 1922 года. Тогда молодой японский лейтенант появился во Владивостоке в качестве помощника командира крейсера Ниссин. Оставшись в городе, Минадзума занялся шпионажем – организацией диверсионной сети. Однако вскоре он был задержан с поличным и выдворен из страны. Через некоторое время он вновь попал в поле зрения чекистов, организовав в Сейсине под прикрытием военно-морской миссии свою агентурную сеть. Но это уже был не зеленый лейтенант, а агент японской разведки первого ранга. Разведывательные шпуны, засланные им под видом рыбацких судов, нередко появлялись возле береговых объектов обороны. 13 августа 1945 года 8 советских торпедных катеров высадили первую группу десантников из 181 человека. Противостоял им вооруженный до зубов 4000-й гарнизон противника. Катера заходили в бухту под прикрытием дымовой завесы. Последний катер, на котором вместе с десантом шел Михаил Крыгин, волной бросила на мол. Рота японских солдат бросилась на перерез десантникам, выброшенным на берег. Бой завязался тяжелый. Японцам противостояли всего 15 советских морских пехотинцев. Вскоре погибло несколько бойцов, в числе которых был и командир отряда сержант Ушаков. Тогда Крыгин, как старший по званию, взял командование на себя. 12 раз он поднимал десантников в атаку, и они медленно двигались в сторону основного десанта. На исходе были боеприпасы, и тогда Михаил Крыгин приказал оставшимся в живых отходить, а сам, собрав упавших товарищей оружие, остался прикрывать отход. В то время, когда Крыгин с бойцами отвлекал на себя часть японских солдат, капитану Семину удалось прорваться к зданию миссии и захватить ценные документы. Но Минадзуме удалось уйти. Арестовали и расстреляли его только в 1947 году. По захваченным документам, чекисты смогли выяснить многое о деятельности японской резидентуры на территории советского Дальнего Востока. 16 августа в порту высадились главные силы советского десанта. Тело Крыгина обнаружили после боя, со следами зверских издевательств. На нем насчитали более 20 штыковых ран, была вскрыта брюшная полость, вырезан язык, а на груди – пятиконечная звезда. Обезображенное тело Михаила Крыгина с почестями похоронили, а через месяц ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Через 20 лет в честь юбилея Победы и для увековечения памяти героев-дальневосточников исполнительный комитет Владивостокского городского совета депутатов трудящихся решил переименовать улицу Экспортную Фрунзенского района в улицу имени Героя Советского Союза лейтенанта Михаила Крыгина. На родине Героя, в селе Кабановка, его именем названа улица, на которой он жил. В центре села установили бюст Героя. В корейском городе Чхонджин установлен памятник погибшим бойцам его десантной группы. Его прах покоится в братской могиле на одной из центральных улиц города.